Многоуровневые развязки и умные светофоры в Алматы. Продолжится работа по развитию транспортной инфраструктуры и переходу городского транспорта на газ. Скоро запустят и новые станции метро Москва и Сайрам. Подземка в перспективе охватит все районы Алматы. Это будет мощная подземная сеть с выходом в пригородные поселки. Что еще изменится, расскажет Дельмурат Путалибов. Большая часть бюджета Алматы в 2015 году уйдет на преобразование всей транспортной инфраструктуры. Она пройдет четыре этапа. Особое внимание уделяется строительству уникальных пяти новых развязок. По своей пропускной способности они будут отличаться от всех действующих. К примеру, вблизи мостов и тоннели не будут ставить светофоры, а для пешеходов построят надземные и подземные переходы. Транспортные узлы спроектированы так, чтобы одни могли ездить по нижнему уровню, а другие в обратном направлении по верхнему. По возведению первых трех многофункциональных развязок в мегаполисе уже есть план. Первый у нас на Раймбека Аойзово в микроволене Колкома. Вторая, скорее всего, одновременно будет и Толиби, пробивка Толиби с восточной дороги. И эстакада, пробивка тоже улицы Шуинбая до Бекмаханова. Она достаточно сложная развязка, но красивая. Два километра получается эстакада над железнодорожными путями. Улицы Алматы с новыми развязками станут не только красивее. Еще в мегаполисе появятся и умные светофоры. Всего 345 они помогут разгрузить дороги города. Они, видя поток, сами будут переключать желтый свет, зеленый свет светофора. Мы данный опыт переменяли у европейских стран, мы долго изучали западных стран. Это помогает, естественно, разгрузить пробки, как называемые. И это хорошо влияет на экологию города. Машины, не стоя в пробках, то есть они не будут... Воздух более чистый будет, да. Защита экологии мегаполиса тоже среди приоритетных в направлении развития Алматы. Для этого активно внедряется транспорт на газе. В городе уже 850 таких автобусов. Это половина от общего количества общественного транспорта мегаполиса. С нового года частные пассажирские автопарки тоже планируются перевезти на голубое топливо. Для этого даже разработали специальный механизм финансирования. У нас есть договоренность с председателем ассоциации перевозчиков, чтобы частные автобусные парки за счет этих дешевых облигационных денег могли приобретать автобусы, работающие на газе. С тем, чтобы в Алма-Ате 100% автобусов, как муниципальной собственности, так и частной, работали на газе на экологически чистом транспорте. А метрополитен в ближайшие 20 лет охватит все районы Алматы. Главная линия пройдет от аэропорта до Калкамана, связывая спальный район с центром города. Это мощная подземная сеть с выходом в пригородные поселки. Уже с нового года метро получит статус стратегически важного объекта с системой антитеррор. Вся модернизация дорожной инфраструктуры требует огромных вложений. И одним местным бюджетом такой масштабный проект профинансировать будет очень сложно. Поэтому сейчас администрация мегаполиса готовит материалы, чтобы войти в программу «Нурлыжол». Дельмират Муталипов, Искандер Тугузбаев, телеканал Алматы. Продолжение следует...